Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арз, и мы продолжаем проходить модификацию истории прибоя Шуфарта. И мы с вами вновь в саркофаге. Вернулся я сюда, и нам нужно найти вот эти самые документы. Чтобы их найти, нам нужно раскодировать одну дверь. Я даже не знаю, как её назвать, но все, кто проходил Тени Чернобыля, они знают, о чём я говорю, и меня понимают. Так, давайте наденем на пояс, а то у нас уж слишком высокая радиация. Так, зачем я его выкинул? Ну ладно, нам, я думаю, хватит и одного кристалла, если везде такая ужасная радиация. Откуда ты здесь, слышишь? Я не понимаю. Откуда он здесь появился? Ну ладно, мы с вами продолжаем нашу путь. Патроны у нас, в принципе, есть, имеются. Я нашёл, кстати, довольно редкий артефакт, который я за всю игру нашёл один раз. Он называется душа. И нашёл я его на ЧС. Сейчас нам нужно подняться на самый верхний этаж, и там мы будем с помощью нашего кодера, я не знаю, как его называть, декодера, кодером, раскодируют дверь. И мы должны проникнуть дальше, а там уже недалеко до финала, так что до финальной серии, друзья. Самым сложным, я могу вам сказать, было именно решать. Представляете, как это долго и муторно бегать с саркофага, ЧС, потом радар, потом армейские склады, бар, свалка, тёмная долина, Х-18 и обратно. Так что ставь отдельно лайк за старание, всё-таки я старался, чтобы изобретать эту финальную серию. Так, нам нужно вверх. И теперь нам нужно найти лесенку, и она у нас где-то здесь. Так, нет, не здесь. Нет, это не то явно. А вот, по-моему, и она, да. Сейчас мы с вами откроем эту дверь. Я, честно, не играл в тени Чернобыля, и поэтому не могу сказать, что там будет за ней. Но я понимаю, что, скорее всего, там будет очень много монолитовцев, которые нам будут всячески мешать. А сейчас должны появляться монолитовцы, от которых мы будем отстреливаться. А у нас есть кое-что интересное для них. И мы им сейчас это приготовим. Иди сюда. Это всё. Дверь открыта, но давайте всё-таки отстреляем всех, кто здесь есть. Вот. Так, ну, кстати, у них винтовки, которые нам в дальнейшем потребуются, я имею в виду патронов этих винтовхон. Так что обязательно давайте соберём всё, что здесь имеется. Да, существует отборный монолитовцы. Жалко, что в этой игре обрезано количество упадающих патронов, и поэтому вот такое низкое у них запасы. Как так вообще можно бегать, я не понимаю, но монолитовцы умудряются бегать. Так, просто на Грандманку возьмём. Так, да, я не могу бегать, я знаю. И вот таким вот нехитрым образом мы с вами восстановили наши патроны. Даже в два раза восстановили. Что у нас тут дальше будет? Ага, я чувствую, мы сейчас, так говорите, покушаем. Мы сейчас должны отправиться на следующую локацию. Как она там называется, я не знаю. Но тогда встретимся уже там. Так, мы перешли, собственно, в сам саркофаг. Теперь, я чувствую, будет очень плотная зарубль. Здесь очень много монолитовцев. Но я думаю, мы справимся. И... Да, что-то вспоминаю. Я не знаю, как это называется. Где мы с вами были до этого, это называется саркофаг. А то, что где мы сейчас... Не знаю. Да, со всех сторон они лезут. Там потихонечку будем отстреливать. Давайте сначала законтролим этому. Ладно, не хочешь вылезать. Давайте убьем этого. Так, пока нет никого. Давайте пробежим вот сюда. Ну иди сюда, иди. Иди, ради. Эти двери не открываются. Хорошо. О, господи. Давайте сделаем вот так. Отлично. Я думаю, никто не пострадал. И сейчас мы, я чувствую, потратим все эти патроны. Так же, как и бронежилет, который уже в половину стерся. Но количество монолитовцев уменьшается. Тихонечку. Видите, я стараюсь экономить патроны. То есть, никаких бешеных зажимов. Аккуратненько по очереди. По два-три патрона. Пускай в половину. Кстати говоря, мы с вами и так и не воспользовались нашим козырем, нашим винтовкой. Все-таки я ее считаю больше снайперской. Нежели чем... Как-то по-другому ее называть. Все-таки она слишком убойная. Даже если сравнить вот так вот урон, смотрите, повреждения. А тут оно полное. И ее характеристики больше походят на характеристики снайперских винтовок. Так. Там пока никого я не вижу. Не прячься! Лучше там находи! Иди сюда. Ну, кстати, гаусс-пушка. Давайте здесь постоим. Не могу передвигаться с таким весом. Случайно. Я понял. Случайно подобрал... Не то. Улетел. Еще один улетел. Конечно, гаусс-пушка очень тяжелая, наверное, штука. Поэтому все же я предпочту не бегать с ней, а бегать с тем, что мне более удобно. А именно винтовкой. С любой винтовкой, с натовскими патронами. В данном случае это Г-36. Подвигаемся дальше. Можно посмотреть, почему-нибудь по патронам. Так. Куда нам тут нужно? Я, честно говоря, не знаю. Наверное, вот сюда вот. Тут вроде бы и решеток нет никаких. Что-то я сел вдруг. Забыл что-то. Потерял. Мы ищем эти документы, как вы помните. Не знаю. У меня как бы... В смысле, а почему я не могу его убить? У меня как бы есть привычка вырезать... Так, вот так вот. Вырезать все моменты, которые мне самому не нравятся. Я бы сам их не стал смотреть. Но давайте сегодня сделаем исключение. И все перестрелки мы оставим. Так, здесь очень много всего интересного. Но я, пожалуй, даже ничего брать не буду. С дороги! Да. Монолитовцы достаточно тупые. Ничего с этим не поделаешь. Вот, кстати, тут лежит экзоскелет. А вот за это спасибо, слушайте. Вот за это спасибо. Хоть это и обычная модель. То есть без улучшенного, как там называется, ПНВ. Все дела. Да, но... Блин, 80 килограмм можно переносить. То есть... Да, я не смогу бегать, походу. Жалко. Но тут, в принципе, я думаю, бегать нам и не придется. Гаоспушка, как думаете? Мне, мне, мне на самом деле она не нравится. И с этим я ничего поделать не смогу. Так. Что у нас тут дальше? На повестке дня. Здесь у нас никого. Так, это возьмем. Для того, чтобы разрядить... Может быть, выкинуть что-нибудь? Я не знаю. Вот эти артефакты, например. Они мне особо не нужны. Выпьем. Ну, а теперь у нас веса впритык. Но бронежилет нам все равно не позволяет. Ладно, идем дальше. Мы все по-прежнему можем бегать. Ну, мы с вами поменяли бронекостюм на очень и очень приличный армейский бронекостюм. У которого просто отличнейшие характеристики. Он даже лучше, чем экзоскелет. Что, конечно же, странно. Что у нас тут есть интересного? Так, это мы все-таки не сможем взять, потому что у нас ограничение по весу имеется. Давайте посмотрим. Опа. А вот и наши документы. Они у нас находились здесь, вот в этой комнате. Что у нас дальше? У нас дальше нет никаких заданий. Мы выполнили с вами, собственно, все миссии этой сталкерской модификации. И сейчас мы, как нам говорили группа военных, мы должны добраться до вертолета на другой стороне саркофага. Но сначала давайте почитаем, что же здесь написано. Документы из гостиницы Припяти. Ага, кажется, понял. Эти документы крайне полезны для моего расследования. Тут счета, заказы, банковские номера, счетов организации ЮХСФ. Этот документ подписан призраком, членом ЮХСФ. Ну-ка посмотрим. Их база в мертвом городе была атакована наемниками. Но необычными, похоже, этих наняло правительство. И, кажется, у ЮХСФ были неплохие связи с Монолитом. Да уж. А, вот оно. Монолит поставлял тела мертвых сталкеров для экспериментов с северной зоны. Так что они совершенно точно проводили эксперименты над мертвыми. Надо же. Среди них встречались и живые. И, ага, вот поражена радиация аномальными воздействиями. Кроме того, он еще и проводил медицинские эксперименты с животными. Грызуны, собаки, домашний скот. Но после аварии на Х-18 контроль над исследованием был потерян. Персонал эвакуирован, а вход опечатан. Они продолжили исследования в других лабораториях. Х-16, Х-10 и военные лаборатории. Но откуда у них столько денег? Да, очень уместный вопрос. Что же, продолжаем наше движение. Что это было? Что это сейчас было? Наверное, я чего-то не понимаю. Наверное, вот эта сама дверь открылась. Не знаю, зачем мы это делаем. У нас, наверное... По сюжету это... Просто чтобы было... Наверное, я понял. По-любому у нас, скорее всего, осталось из оригинального тень Чернобыля некие надписи, но разработчики их не убрали. Получилась вот такая вот штука. Войдем с вами дальше. По-любому здесь где-то имеется у нас выход. А вот, собственно, и он. Встречаемся тогда уже на выходе из саркофага. Что ж, друзья, мы вышли из саркофага. И здесь у нас происходит что-то странное. Во-первых, нам нужно найти вертолет. Я пока не очень хорошо знаю, где находится. Когда-то нам нужно бежать. А во-вторых, когда я смотрю вот сюда, у нас начинаются просто жутчайшие лаги. 8 FPS. Я не знаю, что с этим делать. Так что, наверное, сейчас я отключу запись, найду вертолет, и тогда мы с вами уже встретимся. Итак, вот я бегу где-то вот по этой территории. Я думаю, где-то вдоль этой стены нас точно будет ждать вертолет здесь. Если смотреть в эту сторону, FPS более-менее стабильный. Пока вертолета я не вижу. С монолитовцами я особо не хотел встречаться и обижал их. Постоянно нам приходит это непонятное сообщение. Но я от этого особо не страдаю. Так. Машина. Давайте покатаемся на машине. Ничего, что-то. Тут вот у нас можно проехать. А изнутри машины, конечно, выглядит не очень. Но у нас, естественно, это не смущает. Что-то я здесь пока ничего не вижу, кроме стен. Тихо-тихо-тихо-тихо. Заклохли. Здесь можно проехать. Это хорошо. Теперь же я очень плохо знаю эту локацию, поэтому, друзья, извините. Как бы я ориентируюсь в ней. Ну, как бы я ее знаю, но он не так. О предыдущей локации. Возможно, дальше. Тихо. Например, все локации включают. Тот же даже радар. Я знаю практически наизусть. Да и как любой сталкер. Вот ЧС. Если не переходилось так часто сталкиваться, я играл некоторые модификации. Я уже забыл, как они-то называются. Ну, там были локации типа ЧС. Еще типа была сама ЧС. Так, крайне. Что-то делать. Заехали спокойно. А, вот, собственно, он. Куда же еще приехали? На машине ничего себе. Заклохли. Приехали. Вот таким вот. Монкар. Прошли мы эту модификацию. Да. Прошли мы ее. Прошли мы эту модификацию. Тоже на нее. Продолжение следует... Молодцы, убедитесь, что он мертв и возвращайтесь на базу. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что если сравнить такие моды с нынешними, все-таки... Но, знаете, иногда все-таки хочется поиграть в историю прибоя, в такую модификацию, как эта. Что мы, собственно, с вами и сделали. Но всем, кому понравилось данное прохождение. Ставим лайки, подписываемся на канал. Если вы не смотрели, то переходите в плейлисте в первую серию, смотрите. До встречи, сталкеры!